Давайте знакомиться. Скажите, пожалуйста, кто из Рэш? А кто из Сколтеха? Есть такие? Прекрасно. Сегодня мы поговорим об очень интересной организации, о Дом.РФ. Я на самом деле присоединился к ней не так давно. Постараюсь сделать свой рассказ неформальным. Поэтому, пожалуйста, перебивайте меня, если у вас возникнут какие-то вопросы. Постараюсь побыстрее пробежаться по презентации. После этого, надеюсь, мы с вами обсудим все то, что вас волнует. Если в двух словах, то Дом.РФ – это очень интересное сочетание большой компании и стартапа. При этом эта компания не является частной. Если посмотреть на динамику развития, то можно сказать, что новая эра началась с 2015 года, когда был начат очень большой проект по запуску программы ипотечных ценных бумаг. По сути, это попытка реализовать очень эффективный механизм поддержки рынка, ипотеки, который со времен Великой депрессии работает в Штатах. Эта попытка удалась. На сегодняшний день рынок активно развивается. Выпущено несколько очень крупных траншей. И в тот момент, когда эта история зарождалась, это был стартап. Была собрана проектная команда, которой удалось за год решить задачу, которая до этого решалась значительно дольше. Собственно, чуть позже я расскажу более подробно о другом стартапе в рамках этой большой компании, которым занимаюсь непосредственно я. Если вы посмотрите, вот здесь мы привели ряд основных метрик относительно того, кто мы. Мы, наверное, скорее похожи на Яндекс, чем на классический институт развития, в том виде, в котором все обычно себе его представляют. Буквально в двух словах расскажу, чем еще занимается Дом.РФ, кроме ипотечных ценных бумаг. Так, стоит отметить работу с земельными участками. Это большая проблема. По всей стране есть очень много перспективных участков, где много чего можно было бы сделать, но там исторически на них ничего не происходит. Есть эффективный механизм, как все эти участки вводить в оборот. Для них можно придумывать концепции развития, под эти концепции искать инвесторов и реализовывать эти участки на аукционе. Часть направлений Дом.РФ абсолютно не коммерческие. Примером может служить развитие городской среды. Часть, наоборот, очень коммерческие, в том смысле, что они развивают основополагающие рыночные механизмы. Это прежде всего ипотека. На сегодняшний день Дом.РФ входит в пятерку крупнейших ипотечных кредиторов. Соответственно, все, что связано с ипотекой, сразу подтягивает всю аналитику, весь инструментарий, который нужен для оценки рисков. Секьюритизация, как вы знаете, это тоже довольно-таки наукоемкая штука. И внутри Дом.РФ есть свои компетенции по поддержке развития этого портфеля. Еще одно направление коммерческое, условно, это арендное жилье. По сути, это реализация, опять же, очень распространенной, эффективной в мире концепции apartment buildings. Для России это новая история, но, в принципе, проектов становится все больше и больше. Большая работа делается на законодательном фронте. Исторически, надо сказать, жилищная сфера достаточно консервативна. Многие эффективные механизмы просто невозможно реализовать, прежде чем будут внесены определенные поправки в законодательство. Из, да, кстати, кто слышал про новый закон о строительстве, счета escrow, целевая модель финансирования? Да, 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 да. Кто-нибудь еще? Понятно. По радио, скорее всего, не врали. Сейчас действительно во многом благодаря усилиям Дом.РФ по сути на рынке идет революция. Я не расскажу чуть более подробно через пару минут. Одним из основных моментов этой революции – это переход на проектное финансирование жилищного строительства. С начала 2018 года в рамках группы есть Банк Российский Капитал, на базе которого был уже запущен новый продукт по проектному финансированию жилищного строительства. Это направление активно развивается. Из всего, что здесь есть на этом слайде, я бы хотел более подробно поговорить про гарантирование по кредитам застройщикам. Это мое направление, про него я могу сказать более подробно. Прежде чем рассказывать про гарантирование, хотел бы чуть более подробно остановиться на том, что происходило вчера и будет происходить завтра на рынке жилищного строительства. Как вы знаете, с 2004 года вступила в силу предыдущая версия 214 ФСМ. Она подразумевала привлечение средств граждан на этапе строительства. По сути, это происходило следующим образом. Граждане отдавали свои деньги застройщику. Застройщик должен был на эти деньги строить объекты недвижимости, после чего передавать их гражданам и все счастливы. Однако выяснилось, что в этой схеме присутствовал ряд существенных рисков. Если не вдаваться в подробности, эти риски двух типов. Первый тип – это мошенничество со стороны застройщика. Второй тип риска – это просто неверный бизнес-расчет. Очень часто имело место так называемое котловое финансирование, когда условно деньги привлекались на один объект, потом застройщик видел еще интересный участок, там начинал стройку, перекидывал деньги с одного объекта на другой, несколько раз этот номер срабатывал, потом в какой-то момент один из проектов шел плохо, стройка велась, а квартиры там не покупались. В результате вся эта цепочка начиналась рушиться, ну и, соответственно, стало появляться все больше и больше обманутых дольщиков. И в какой-то момент эта проблема стала слишком серьезной. Собственно, встал вопрос о том, что законодательство надо менять. Целевая модель финансирования, которой мы все идем, заключается в том, что застройщик будет получать деньги дольщиков только после того, как он вел объекты в эксплуатацию. Все это время деньги дольщиков будут на счетах эскроу в банке, соответственно, банки возьмут на себя весь проектный риск и будут финансировать и сопровождать стройку. Соответственно, это с одной стороны, эта модель минимизирует риски для граждан. По сути, если раньше они брали риск на застройщика, то теперь они берут риск на банк, и сумма на счетах эскроу застрахована в АСВ до 10 миллионов рублей. И в случае, если застройщик не исполняет свои обязательства, скажем, задерживает ввод на несколько месяцев, дольщики просто приходят в банк, банк должен вернуть им деньги. Одновременно такая схема повышает мотивацию застройщика, потому что, грубо говоря, ему там не с чем бежать, он понимает, что он не увидит вообще никаких денег, пока не ведет дом в эксплуатацию. И при этом, в случае, если практически все финансирование на строительство идет от банка, то у банка гораздо большая степень контроля над тем, как осуществляется строительство. Вот такая вот целевая модель. В цифрах переход на целевую модель финансирования означает следующее. На сегодняшний день все банковское кредитование жилищного строительства это порядка 600-700 миллиардов рублей. Для сравнения, на сегодняшний день денег дольщиков в стройке порядка 3,7 триллионов рублей. То есть разница вы видите там практически в 6 раз. Соответственно, даже если мы говорим, учитывая средний цикл строительства 2-3 года, тогда мы говорим о том, что там банки будут готовы заместить средства дольщиков, мы фактически говорим о том, что банки на горизонте следующих 2-3 лет будут готовы увеличить свою локацию на стройку, ну по сути в 6 раз. А если мы вспомним о том, что всем дано задание к 2024 году увеличить объем ввода до 127 миллионов квадратных метров, это означает, что банковский портфель должен вырасти с сегодняшних 600 миллиардов до практически 6,5 триллионов. Это на самом деле большой вызов. Стоит сказать, что переход на целевую модель финансирования делается поэтапно. С 1 июля 2018 года начат переходный период. До 1 июля 2019 года можно будет привлекать деньги дольщиков как по старой схеме, без использования счетов эскру, так и по новой схеме. Однако с 1 июля 2019 года все проекты, по которым еще не началось привлечение средств дольщиков, обязаны будут использовать схему эскру. На этом слайде, наверное, не хотел бы останавливаться слишком подробно. Она просто показывает очень рамочно, что такое проектное финансирование. Если в двух словах, судя его в том, что кредит выдается специальной проектной компании, соответственно, его возвратность полностью зависит от денежных потоков от проекта и от того обеспечения этих потоков, которые есть в рамках проекта, которая сосредоточена в рамках вот этой специальной проектной компании. Непроектное финансирование для сравнения – это когда условно застройщик строит дом, а при этом у него уже есть построенный и функционирующий торговый центр. Он отдает этот торговый центр со всеми его денежными потоками в залог банку. В случае, если дом оказывается не очень удачным, у банка всегда есть возможность вернуть свой кредит за счет торгового центра. В этом смысле проектное финансирование, конечно же, более рискованное мероприятие для банков. Им фактически нужно очень точно оценить денежные потоки конкретного проекта, при том, что все эти денежные потоки всегда в будущем. То есть дом еще не построен, нужно понять, по каким ценам там могут продаваться квартиры, с каким темпом они могут продаваться, сколько может стоить этот дом построить и так далее. Учитывая масштаб перемен, которые нас ожидают, я имею в виду увеличение объема банковского кредитования практически в 10 раз. По сути, рынок должен перейти на новую модель проектного финансирования. Исторически проектное финансирование – это был такой очень сложный индивидуальный инструмент, чем-то похожий на структуры сделок по слиянию-поглощению, где по полгода одна и другая сторона обсуждают ковенанты, условия сделки и так далее. По сути, чтобы банки были готовы физически переварить нужный объем кредитов, проектное финансирование должно стать очень стандартизованным коробочным продуктом, где решение можно было бы принимать быстро, но аккуратно, как показывает практика. В принципе, на этом слайде показано еще раз, какие нас ждут изменения с точки зрения объема банковского портфеля. Надо сказать, чтобы банки смогли такой рост в кредитовании жилищного строительства обеспечить, нужно выполнение нескольких ключевых условий. Одно из них – это доступ к ликвидности. Здесь, надо сказать, очень кстати придутся деньги на счетах escrow. По экспертным оценкам их к 2021 году уже будет достаточно, чтобы эта база пассивов помогала финансировать стройку. Однако есть и другие проблемы. Основная – это потребность в капитале. Дело в том, что стройка – очень рискованный сегмент, и в результате каждый строительный кредит сопряжен с достаточно высоким уровнем резервов и с достаточно высоким показателем риск-веса. Чтобы обеспечить рост кредитования стройки в 10 раз, потребуется общий объем капитала, который потребуется банкам – это 5-7% от всего капитала банковской системы. Это на самом деле огромная сумма. И последний момент, о котором стоит упомянуть – это опыт банков правильно оценивать строительные проекты. На сегодняшний день банков, у которых уже сформирован достаточно существенный портфель, их буквально можно на пальцах одной руки перечесть. Соответственно, это проблема в том случае, если потребуется участие гораздо большего числа банков в кредитовании жилищного строительства. Вот в анонсе сегодняшней встречи звучала шутка про задачу на триллион. Ну вот, надо сказать, что мы обсчитались. Сейчас это все больше похоже на то, что это задача на 2 триллиона. Надеюсь, это подогреет ваш интерес. Собственно, механизм гарантирования, о котором я хотел рассказать, и потом рассказать, каким образом большие данные помогут нам вот эту задачку решить, он будет работать следующим образом. Предполагается, что Дом.РФ будет выдавать поручительства по кредитам с застройщиком. Кредиты, обеспеченные таким поручительством, будут иметь пониженный риск вес. Не 100-150%, а в отдельных случаях до 265%, а 20%. Соответственно, банки фактически при том же капитале смогут выдавать кратно больше кредитов. При этом это поручительство будет не бесплатное. Правильная оценка риска на руке Дом.РФ позволит Дом.РФ оценивать риски, связанные с конкретным проектом. И, коль скоро большая часть этих кредитных рисков Дом.РФ будет забирать на себя, банк будет соответствующим образом компенсировать Дом.РФ этот риск. Задача, ожидаемый результат от масштабирования этого механизма, это увеличение банковского капитала, который был бы доступен для строительных проектов. На сегодняшний день, особенно если мы говорим про сложные масштабные проекты комплексного освоения, даже средние банки не могут себе позволить в них участвовать, просто потому что у них не хватило бы для этого капитала. С учетом поручительства Дом.РФ у них такая возможность появится. По сути, реализация механизма позволит расширить пул банков, заинтересованных в кредитовании жилищного строительства. Это будет повышать конкуренцию среди банков и косвенно улучшать условия кредитования для отрасли. Если посмотреть на прогнозы по динамике корпоративного портфеля в целом, то Центральный банк предполагает, что он будет расти процентов на 8 в год. То есть фактически тот рост, который может обеспечить жилищное строительство, я имею в виду рост даже до 3 триллионов к 2021 году, по сути он будет сравним с ростом вообще всего остального корпоративного портфеля. То есть для банков это огромная возможность. Теперь что очень важно, чтобы Дом.РФ смог механизм гарантирования успешно реализовать. В основе лежит оценка рисков. На сегодняшний день, к сожалению, на рынке нет устоявшихся алгоритмов, в которые бы все верили, которые бы позволяли оценивать риски жилищного строительства. Очень часто, не буду называть конкретные банки, но грубо говоря у банка есть стоимость фондирования, дальше есть какие-то коммерческие переговоры, стоимость фондирования плюс какая-то дельта, ну и вот собственно на этих условиях выдается кредит. При этом эта дельта очень часто не учитывает тот объективный риск, который несет в себе конкретный проект. В результате мы видим порядка 20% долю плохих долгов в строительстве. Это самый высокий показатель относительно других индустрий. Поэтому вот в рамках разработки механизма, который у нас сейчас на завершающем этапе, построена симуляционная модель оценки рисков. Что такое Монте-Карло симуляции? Знаете, да? В основе лежат Монте-Карло симуляции, когда грубо говоря берется некоторый бизнес-план проекта, который представляется базовым, дальше он подвергается различным шокам. Условно говоря, если мы там прогнали 10 тысяч симуляций, из них там 5 завалилось ниже красной черты, ну это означает, что вот у нас там 5% вероятность дефолта. Это так называемая EL-модель expected loss. На нее, к ней добавляется модель экономического капитала, которая позволит оценивать непредвиденные потери с достаточным уровнем комфорта. И, собственно, то ценообразование, которое предполагается для гарантий, оно в себя будет в первую очередь включать справедливую оценку кредитного риска, который Дом.РФ на себя принимает, и утилизацию экономического капитала, который будет сопряжен с конкретной сделкой. При этом Дом.РФ будет рисками управлять и на уровне конкретной сделки, и на уровне портфеля. Нас ждет очень волнительный период до того момента, когда у нас вырастет, сформируется портфель из там нескольких сот гарантий, потому что в этом случае потеря по какому-нибудь одному проекту, особенно если этот проект крупный, окажет очень существенный негативный эффект на экономику всего направления. В основе вот той модели, которая сейчас сделана и проходит калибровку, лежит концепция агломераций. В своем целевом виде она будет работать следующим образом. Мы будем получать от банков очередной проект, которым банки готовы давать кредит, но им важно получить на него наше поручительство. По сути, проект это некоторая точка на карте, соответственно, вокруг этой точки будет формироваться некоторая зона притяжения. Мы будем понимать, как эта зона притяжения соотносится с другими районами города либо другими городами в зависимости от того, как мы определим зону притяжения. В результате для нее мы сможем… Это понимание позволит нам, с одной стороны, более точно оценить, какой бизнес-план мы будем принимать за базовый и более точно оценить, каким шоком нам нужно подвергать этот бизнес-план в рамках симуляции, чтобы оценить риск. Если это привлекательная локация, и понятие привлекательная локация должно быть оцифровано, значит, шоки могут быть меньше. Если это где-то между свалкой и кладбищем, шоки могут быть больше. Вот еще один слайд в продолжение этой темы. Мы на сегодняшний день выделили список агломераций, которые, по сути, аккумулируют в себе более 80% всего жилищного строительства. Для этих агломераций больше всего данных. И, собственно, вот эти данные позволят нам, по крайней мере, в этих агломерациях существенно более точно, чем раньше оценивать риски. Как мы понимаем, когда речь заходит о данных, всегда встает вопрос об их источнике. Надо сказать, что история с гарантированием, она не новая. Идея звучала еще года три назад. Причина, почему три года назад она не получила продолжение, потому что три года назад не было возможности построить такой инструментарий оценки рисков, который бы, в первую очередь, основывался бы на данных, во вторую очередь на чьих-то субъективных предпосылках. Надо сказать, что большая часть индустрии сегодня до сих пор живет интуицией, чьим-то мнением, опытом предыдущего проекта и так далее. Плюс в ней есть объективно плохо оцифруемые вещи. Например, мы очень много общаемся и с застройщиками тоже. Две недели назад встречался с одним застройщиком из Волгограда и спрашивал его про цены, как они их прогнозируют. Он сказал такую вещь. Он сказал, что потребовалось три года, прежде чем они поняли, какой должна быть квартирография в двухкомнатной квартире. При том, что это Волгоград строит жилье эконом-класса. Я до сих пор не могу больше пяти вариантов в голове себе представить, сколько в принципе есть вариантов сделать двухкомнатную квартиру эконом-класса, но это очень успешный застройщик. Очевидно, что там есть какой-то секрет, который пока вообще никак не оцифрован. Так вот, в основе всей, то есть вся та работа по построению симуляционных моделей оценки риска, она была бы невозможна без такой новой сущности, которая называется единая информационная система жилищного строительства. По сути, это такой Bloomberg, существование которого закреплено законодательно и который агрегирует в себя весь объем данных, которые только можно себе представить о жилищном строительстве. Эти данные поступают из разных источников. Во-первых, это там весь список государственных баз данных, Росстат, Росреестр и так далее. Во-вторых, это сами застройщики, которые по закону обязаны очень большой объем данных о своих проектах загружать в систему. В результате, там, сколько там всего параметров, но это там зависит от того, как считать, я думаю, что их по крайней мере 300-350, если там со всеми уточнениями около тысячи. То есть все, что происходит в жилищном строительстве, может быть описано где-то тремястами параметрами, соответственно, встает в вопрос, что мы можем сделать со всеми этими параметрами, чтобы научиться предсказывать цены или темпы и так далее. При этом здесь понятно, что история, она развивается очень итеративно. На сегодняшний день вот весь этот колоссальный объем информации собирается из разных баз, соответственно, встает вопрос о полноте этих данных, встает вопрос о качестве этих данных, встает вопрос о том, в каком формате эти данные приходят, потому что условно, не знаю, там где-то пишут, там, город, там, Курск, где-то написано Г-Курск, где-то там Г-Курск, потом там двойной пробел, и все это там схлопнуто в одну там строку и так далее. Встает проблема связей вот этих всех разных сущностей, которые имеют отношение к жилищному строительству, потому что не везде есть сквозные идентификаторы, вот здесь на схеме примерно показано, там, что есть, чего пока нет. И здесь, с одной стороны, ведется большая работа также в рамках Дом.РФ, чтобы вот эти сырые данные превратить в то, что называется ДДС, то есть это некоторый уже массив, консолидированный массив структурированных данных, на которые уже можно навешивать какую-то аналитику. И, соответственно, там с другой стороны есть запрос на, собственно, постановку задачи дата-инженерам. Соответственно, нужно разрабатывать алгоритмы, которые на имеющихся данных могли бы там в первом приближении предсказывать цены, понимать, каких данных не хватает, чтобы результаты на работе этих алгоритмов были лучше, там, понимать, в каком формате данные должны предоставляться, чтобы они хорошо ложились в алгоритмы и так далее. Вот там, в частности, в моем подразделении сейчас создана отдельная команда по дата-аналитике. это будет несколько человек, которые будут строить предактивные модели статистические для прогнозирования там цен темпов и там тесно взаимодействовать с дата-инженерами, которые сейчас работают над выстраиванием правильной архитектуры вот этого как бы озера, озера данных, формирующегося на базе ЕИЖС. Если говорить о том, куда мы хотим прийти в перспективе, то после того, как вот будут собраны все данные правильным образом структурированы, после того, как мы доделаем симуляционную модель, отвалидируем ее на каком-то количестве пилотных бизнес-планов и потом на большом количестве непилотных бизнес-планов, мы на самом деле сделаем этот продукт открытым для рынка. На первом этапе речь будет идти просто о некотором таком калькуляторе, где там банк либо застройщик смогут по сути вбить параметры своего проекта и бизнес-плана и рассчитать стоимость риска. После того, как мы уже будем полностью уверены в том, что не может быть плана, который этот инструментарий оценит несправедливо, мы рассчитываем вообще перейти к концепции открытого кода. По сути, это будет означать перевод триллионной индустрии на сквозную оценку рисков. Не обязательно этим кодом пользоваться, но это на самом деле огромная работа, куча нерешенных вопросов. Мы абсолютно уверены, что если у нас получится решить эту задачу хорошо, то найдется много желающих и среди банков, и среди застройщиков, и среди аналитиков по рынку, которые просто будут пользоваться и нашим инструментарием, и той аналитикой, которой мы будем обладать. При этом речь идет и об аналитике, и о данных, которые будут формироваться, аккумулироваться на базе ЕСЖС, и о тех данных, которые мы будем видеть в рамках своего карантинного продукта. Вот если мы говорим там о каких-то целевых цифрах, то это там портфель порядка тысячи проектов, тысячи прогарантированных проектов, это несколько тысяч проектов, которые мы просто там будем отсматривать и анализировать. Соответственно, да, при этом мы будем видеть эти проекты не только на начальном этапе. Мы будем видеть, как эти проекты реально там развиваются, будем понимать там, что становилось с теми бизнес-планами, в которые мы верили в самом начале пути. Это позволит нам еще более точно калибровать нашу модель оценки рисков. Вот это в целом, чем мы занимаемся. Наверное, я забыл сказать пару слов о себе, кроме того, что я закончил Рэш. Я математик по образованию, собственно, иначе бы я в Рэш вряд ли попал. Потом я работал в инвестиционных банках, если слышали, ну, наверное, самый известный Джипи Морган. Учился в бизнес-школе в Ортоне. Как это часто бывает, после бизнес-школы очень хочется больших проектов. И, ну, вот, мне кажется, это проект, которым, безусловно, можно будет гордиться, если он получится. В целом, если говорить вот там между нами про Дом.РФ как про организацию, я думаю, вам, наверное, интересно было бы там узнать, что эта организация ценит в людях. Я думаю, что организация больше всего ценит следующие вещи. Нужно быть умным, нужно быть работоспособным и нужно не бояться брать на себя ответственность. Это, может быть, немножко странно прозвучит в рассказе о не частной компании, о государственной компании, но надо сказать, что у Дом.РФ огромный мандат на инициирование больших изменений в триллионной индустрии. В связи с этим появляются постоянно появляются проекты типа как гарантирование. Вся эта работа, о которой я рассказываю, она по большому счету началась полгода назад. Все эти проекты требуют колоссальных усилий и там очень ценятся люди, которые работоспособные, умные и готовы работать над такими задачами в нашем постоянно меняющемся мире. интервью. Наверное, у меня все, но я буду рад ответить на ваши вопросы. Да, да, да. Вот сегодня было два интервью. Мы сейчас на гарантирование ищем на самом деле по всем фронтам. Часть направлений вряд ли будут интересны аудитории. В частности, у нас будет своя служба строительного контроля. Кстати, это еще одно большое направление для автоматизации. Возможно, кто-то слышал про BIM-технологии. Это 3D-проектирование, в котором потом рассчитывается по сути и экономическая модель. В этой системе можно и отслеживать ход строительства. Там работает это примерно следующим образом. На стройку приезжают люди с такими лазерными указками. Они соответственно я видел это своими глазами. Они вот этим лучом все просверливают в специальных точках. Это все потом передается в эту трехмерную штуку. Там накладывается на то, что должно было быть построено по проекту. Ну и соответственно ты таким образом контролируешь стройку. Надо сказать, что это пока экзотика, но это экзотика не пятилетний горизонт, когда это будет абсолютно рабочим инструментом. Так вот, у нас есть несколько направлений в рамках гарантирования. Из того, что было бы интересно вам наверное больше всего это направление по дата аналитике нужно несколько человек, которые будут готовы вот этот весь груз потянуть, разработать предиктивные модели оценки, подтверждение цен, цен, темпов, разобраться во всей этой куче там из то ли 300 то ли 400 параметров, понять, что работает, что не работает. Наверное, в какой-то перспективе все это будет конвертировано в какой-то там юзер френдли, я не знаю, что-нибудь, но пока это задача на будущее, плюс тесно работать с дата инженерами, чтобы собственно они правильно сформировали озеро данных. у нас будет свое по сути кредитное подразделение, которое будет анализировать весь приходящий вал заявок. Вот как-то так. В принципе Евгения наверное более подробно расскажет вообще, кто у нас еще ищет, кого куда. У меня так. можно пока еще, я успею наверное поотвечать. Давайте. Вопрос скорее на такой горкин на компании. Входят слухи, что у вас довольно строгий трес-код и строгие правила введения офисе. Например, мне рассказывали, что нельзя ходить в пиджаках в полосочку. Вот что-то в таком духе. Ну давай Антон расскажу, да? Вот у нас человек, который мне отвечает на такие вопросы. представляю подбор персонала по компании Дом.RF, что касаемо дресс-кода, ну вот как видите, я к вам из офиса приехала тоже. На самом деле, что говорят про дресс-код частично правда. Для девушек, для женщин это более лояльные условия, то есть это цветовая гамма расширенная в любом случае. Для мужчин, да, вот у нас Антон это образец идеального дресс-кода в компании Дом.RF, но тем не менее вот этот вот сам дресс-код, он помогает так скажем дисциплинировать себя. Ну я не знаю, это зависит наверное от человек, кого-то это не напрягает. Бывали случаи, когда там человек расставлял в свою очередь такие приоритеты в своей жизни, что для меня там ходить в джинсах важнее, чем работать в компании перспективной и в принципе в компании свои мечты. Собственно, что касаемо дресс-кода. Смотрите, я пару слов добавлю. Я прекрасно понимаю ваши чувства, но как на самом деле справедливо сказал Евгения, это вопрос приоритетов. Что важно понимать про Дом.RF? Да, еще, наверное, возможно, если еще там вы там где-то там послушаете, кто что говорит, вы, например, услышите, что очень важно переходить к 9 утра в офис. Я думаю так, Дом.RF сейчас это возможность стать часть очень большой волны. Ну, вот на мой взгляд, я там свой выбор там сделал, для меня вопрос костюма никогда не был актуальным. В целом вот эти все нюансы есть. объективно они меркнут, вот правда меркнут относительно там тех задач, которые там организация решала вчера и вот решает сейчас. Да. Есть какие-то еще вопросы, что касаемо вакансий и так далее, собственно? Ну, у нас на самом деле большая штатка, так скажем, если простым языком говорить, вакансий открытых много. У нас есть карьерный сайт на нашей страничке Дом.RF и все вакансии, которые там сейчас есть, они актуальны. У вас есть вот в розаточных материалах листовки, там есть QR-код и наш сайт. Собственно, можете зайти, посмотреть, ознакомиться и есть там общая почта, куда вы можете скидывать свои резюме. Мы это всегда просматриваем. И плюс ко всему у нас очень активно сейчас развивается направление работы с практикантами, со стажерами. Сейчас мы стараемся, так скажем, вести оплачиваемую стажировку. И на самом деле могу по практике сказать, что бывали случаи, когда к нам приходили ребята, то же самое у нас есть парень, не знаю, может кто-то из вас знает, Мингден Алексей. Никто не знает. Он у нас сейчас, он пришел к нам в общем где-то наверное в июле, пришел на позицию практиканта. И он в валидации руководителю понравился настолько, что он его взял к себе в штат. То есть не проходя там вот этих долгих этапов собеседования и так далее. То есть ему сделали оффер на достаточно хорошую сумму. В общем, такое тоже бывает. Поэтому практика, стажировка, мы сейчас это развиваем. Если есть интерес, пожалуйста, резюме свои присылайте. Мы хоть завтра их отсмотрим и свяжемся. Еще вопросы? Про гарантирование данной, если что-то еще рассказать. Ну, если вопросов нет, то... Да, да. Скажите про фабрику или наипочечный эквотичный центр антон, наверное, этот вопрос больше... Да. Это секьюритизация? Да, да. По сути, это секьюритизация обычная, да. Только там история... Ну, если знаете, вот в штатах есть такая структура, называется Fanny Maya, да? Да. Здесь, по сути, реализуется та же схема. То есть идет выкуп, выкуп пулов ипотечных кредитов. Дальше эти пулы упаковываются в некоторую там новую бумагу. Эта бумага в принципе отдается обратно банкам, которые... Ну, у которых это все выкупалось. И дальше они могут либо ее держать на своем балансе, либо отдавать в рынок. Вот эта бумага, она имеет 20% риск-вес. Соответственно, выплаты по ней обеспечены поручительством Дом.РФ. Ну, вот полностью та же схема, которая реализована в штатах в Fanny Maya и в Freddy Mac тоже. А кто будет? Есть ли вообще рынок в Мак? Ну, там в целом в целом ну, там сейлспич основной, что это и это рассказывает человек, который не занимается ИЦБ. Это я на камеру на всякий случай. Основной сейлспич, что это достаточно надежная бумага, дающая более высокую доходность относительно ОФЗ. Дальше вопрос ликвидности этого рынка, конечно, сильно зависит от ставок, где ОФЗ, где ставки по ипотеке, насколько этот механизм удается сделать легкий с точки зрения издержек. В принципе, при той ситуации, что вот эти ставки как-то неправильно между собой соотносятся, там есть запрос на достаточно большие тикеты. Вот некоторое время по этому направлению был спад, сейчас на самом деле все идет очень активно. Вот буквально на той неделе, как вы знаете, была конференция, был инвестиционный форум ВТБ, Russia Calling, я тоже был на паре встреч, и там мне показалось очень большой аппетит именно вот на планируемые выпуски ЕЦБ. Ребята, еще есть какие-либо вопросы? Давай. Первое, про департаменты, можете рассказать подробнее, какие у вас есть и возможности связать их с банковскими? Слушайте, ну на самом деле структура у нас огромная, я считаю, что целесообразно рассматривать структуру Дом.РФ и структуру Банка Российский Капитал отдельно, если вас интересует именно что-то из банковской сферы, то я думаю, что можно зайти на ХХРУ, Банк Российский Капитал, тоже есть страничка карьерная, вот у них там больше информации будет, можно почитать. Для вашего понимания, Российский Капитал это тоже необычный банк, надо сказать с ним с начала 2018 года очень много чего происходило, в январе это был классический универсальный банк, сейчас по сути меньше чем за год удалось перейти к модели специализированного ипотечного строительного банка, собственно на его базе была запущена линейка, первый по сути коробочный продукт по проектному финансированию строительства, с точки зрения департамента, в нем есть абсолютно все те же департаменты, которые есть в обычном банке, там кредитный департамент, риски, там корпоративные продажи, это если мы говорим о корпоративном блоке, там есть розница, там малый бизнес, да, механизм гарантирования реализуется на базе Дом.РФ, мы естественно с банком тесно взаимодействуем, потому что банковская компетенция в кредитовании жилищного строительства очень-очень важна. Кто еще есть в Дом.РФ? В Дом.РФ есть, вот из бизнеса есть, есть арендное жилье, вот буквально когда на прошлой неделе объявили крупную сделку новую на полтора миллиарда на Берзарина, там, если знаете, там строится несколько корпусов, это, ну там, ипотека сейчас по сути вся передана в банк, это риски, то есть риски есть и там, и там. А вас в первую очередь что интересует? Вы относили о том, что вам нужны дата-аналитики, но мне это не очень заинтересовало. Хорошо. Мне интересно, что это такое, где побольше с людьми можно общаться, а не какие-то поселения. Понятно. Это уже другая тема, другой разговор. Еще какие-то вопросы? Да. Вы знаете, вот такой вопрос про реферансирование ипотеки. Ваш дом РФ подойдет реферансирование ипотеки ипотеки? Задаете очень интересный вопрос, я предполагаю, что да. Если, я тогда знаю, вполне интересно, я хотел про изменения в статье 210 Налогового кодекса при реферансировании возвращения части на ДФЛ, граждан ипотеки присылайте, вот у Евгении есть там контакты, присылайте, пожалуйста, обязательно вашу идею. У нас есть там целая команда по законотворческой деятельности, которая какие-то такие вещи продумывает. я считаю, что мы можем в принципе передвигаться в соседнюю аудиторию 115, там накрыт фуршет, там же мы можем неформально обстановке пообщаться, какие-то вопросы еще, если возникают, позадавать, поэтому мы всех приглашаем на фуршет. Антон, спасибо. Спасибо.